Добрый день! Встреча с одним из самых известных российских журналистов, военным корреспондентом ВГТРК России, автором и документальных фильмов, специальных репаратов. Я думаю, что имя этого человека никого не оставляет равнодушным. Известен, популярен настолько, насколько это в журналистике возможно, но самое главное всегда актуален, всегда интересен и всегда востребован. С удовольствием представляю Евгения Евгеньевича Поддубнова. Добрый день! И спасибо, что нашли время выйти с нами на связь и поговорить о том, что сегодня волнует молодых людей в целом, молодых журналистов в частности, об особенностях работы военного корреспондента, условиях, методах работы журналистов в горячих точках, вопросов, связанных с обеспечением безопасности, ну и, наверное, еще какие-то будут вопросы к вам. Хочу только сказать, что встреча наша проходит в рамках цикла «Открытый диалогами» Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма КФУ и также Всероссийского медиапроекта «Родная гавань» Казанского федерального университета. Итак, Евгений Евгеньевич, вам слово. Так, сразу. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо, что уделили свое внимание тому, что я буду сегодня говорить. Хотя, конечно, надо бы задать тон беседе, потому что тема отчасти не соответствует тому месту, где я нахожусь. Я нахожусь в зоне специальной военной операции. Тема нашей встречи, она озаглавлена словами терроризма и экстремизм. Это скорее больше соответствует моему профилю работы на Ближнем Востоке. Я до сих пор являюсь руководителем Ближневосточного и Североафриканского бюро нашего государственного телевидения, Всероссийской государственной телерадиокомпании. И там, конечно, профилю работы позволял больше заниматься этой проблематикой. Здесь, в зоне СВО, я нахожусь уже больше года. И здесь, ну, немного другие процессы, полномасштабные боевые действия, которых мир не видел с 1945 года. В тылах, скорее, происходят вещи, которые подпадают под тематику нашей встречи. Соответственно, будем говорить и об этом тоже, если позволите. Я, конечно, долго думал, каким образом составить структуру нашей беседы и решил поделиться с вами определенными собственными мыслями, которые касаются как раз темы нашей встречи. Потому что, коль уж это открытый диалог, значит, наверное, возможно задавать вопросы. Я думаю, спросите вы меня о том, что будет интересно после вступительного слова. Давайте, пожалуй, начнем. Мы собрались в компании журналистов, то есть людей, которые формируют смыслы, формируют идеи, которые влияют собственными убеждениями, собственными мыслями на то, в какую сторону смотрят люди. Мы влияем на формирование понимания, что такое хорошо, а что такое плохо. И я вам сразу скажу, что когда я только начинал свой путь, вы простите, что я постоянно якаю, но здесь по-другому не обойтись. Не потому, что я не скромный. Когда я начинал свой творческий путь, нас учили на примерах наших западных коллег, нам рассказывали, что мы все в нашей большой стране жили неправильно. Советская журналистика, она была неинтересная, скучная и необъективная. А вот сейчас умные парни и девушки из различных европейских стран и Северной Америки научат вас, как работать правильно, как работать честно, как работать объективно. И нас учили. Нас учили не любить свою страну. Нас учили тому, что для журналиста, для репортера нет национальных интересов. Нет отечества своего. Есть исключительно объективность и какой-то сторонний взгляд на вещи. Но на самом деле это такой очень хороший способ манипулировать общественным мнением, манипулировать материалом. Объясню почему. Потому что под довольно красивой формулировкой об объективности скрывается возможность продавливать исключительно антигосударственную повестку. А формирование в журналистах, в тех людях, которые определяют, собственно говоря, и формулируют смыслы, идеи, формировать в них скептическое отношение к собственной стране. Вот это сочетание позволяло довольно неплохо нашим оппонентам, как сейчас говорят, выращивать людей в профессии, которые считали каким-то своим показателем эффективности не любовь к собственной родине, я так скажу. Но, слава богу, это влияние через НКО, через различные медийные структуры, оно было остановлено. И многие люди сразу поняли, что что-то здесь не так. Когда случилась война в Чечне, нас продолжали учить не любить свою страну. Но тогда уже появился стойкий иммунитет к подобным попыткам повлиять на журналистское сообщество. Вы только не подумайте, что я считаю, что объективность это плохо. Да нет, быть объективным это прекрасно. Но я об этом скажу немного позже. Но когда сформулирована задача таким образом, что государство твое всегда виновата, когда сформулировано все таким образом, что, собственно, интересы других государств, они всегда важнее, чем интересы собственного государства, в этом нет никакой объективности. После того, как активная фаза боевых действий в Чеченской Республике завершилась, осталась огромная проблема, проблема борьбы с терроризмом, которую силовые структуры решали длительное время, уничтожая различных радикальных представителей исламских сект, которые действовали на территории Российской Федерации за ее пределами. Я очень быстро расскажу вам хронологию такой эволюции. А потом случилась война в Южной Осетии. И война в Южной Осетии, в общем, показала, что западные страны сами разрушили собственные стандарты в международных отношениях и, в частности, собственные репортерские стандарты. Когда ради политических задач, по сути, вся западная журналистика превратилась в огромную и не очень умелую пропагандистскую машину, которая пыталась убелить несамостоятельного и истеричного президента Грузии. На самом деле, военного преступника, на руках которого огромное количество убитых людей в Южной Осетии. Тогда окончательно стало понятно, что все декларируемые ценности западной медийной машины, они, в общем, ширма для реализации крупных пропагандистских проектов. И время показало, что вот это мое мнение. А я сейчас говорю о том, как я все это вижу. Я оказался прав в своих умозаключениях. И сейчас мы имеем то, что имеем. Есть группа крупнейших западных средств массовой информации, которая является органом пропаганды стран Североатлантического Альянса. И занимается этой пропагандой безжалостно, беспощадно поддерживая все военно-политические стремления западных стран. Об объективности там речи никакой не идет. Более того, эти средства массовой информации используются и для информационно-психологических операций противника. Я говорю противника, потому что мы больше буду воюем. Возвращаясь к теме терроризма и экстремизма. Многие из вас, наверное, знают, что такое контртеррористическая операция в Чеченской Республике. Уже, наверное, только из воспоминаний старших товарищей. Или из книг, из интернета. Я напомню, что тогда в результате действия террористических группировок Россия стояла, пожалуй, на пороге развала и потери собственной государственности. Террористические группировки, опять же, поддерживались западными странами. Которые манипулировали различными радикальными исламскими сектами для того, чтобы противодействовать государству внутри Российской Федерации. И тогда для страны, у которой были огромные проблемы в экономике, действительно случился вызов. И контртеррористическая операция в Чеченской Республике, это не просто локальные боевые действия с целью ликвидировать какое-то террористическое подполье в отдельно взятом регионе. Нет, это гораздо более серьезный процесс. Собственно, после этого Россия извлекла уроки, Россия как государство. И, например, наша операция военная в Чеченской Арабской Республике, она уже имела в качестве одной из целей, это противодействие терроризму не внутри страны, а на дальних подступах. Собственно говоря, Россия действовала успешно в этом смысле. Но сейчас это больше про силовой блок, а мы все-таки должны говорить про наше ремесло. И тут, мне кажется, очень важно поговорить о личных убеждениях и личных предпочтениях. Позвольте так это выразить. Объясню почему. В любом случае, когда люди нашей профессии транслируют определенные события собственной аудитории, мы никуда не можем деться от влияния личных убеждений и личного жизненного опыта на тот материал, который получают наши читатели, зрители, собственно говоря, наша аудитория. И вот здесь от того, насколько мы владеем материалом, от того, насколько мы разобрались в проблематике, от того, насколько мы переживаем за итоговый результат, на самом деле во многом зависит, как наша аудитория будет воспринимать то, что мы транслируем. Запомните это, пожалуйста. Это огромная ответственность, как мне кажется. Это огромная ответственность, более того, это отложенная ответственность, потому что очень часто информационный поток, он имеет некоторую задержку, и потом от того, что мы сделали, в общем, есть влияние и через несколько лет. Поэтому, если мы говорим об ответственности в нашей профессии, то вот всегда нужно, мне кажется, вести такую для себя формулу. И, по крайней мере, я ее для себя использую. Каждый репортер, публицист, журналист, он несет личную и персональную ответственность за то, что говорит, пишет и показывает. Это касается и достоверности, это касается и идеологического аспекта. В нашей стране нет государственной идеологии, но фактически идеология наша существует. И эта идеология основана, как мне кажется, на двух очень понятных аспектах. Это справедливость и любовь к Родине. Вот два очень простых понятия, которые, конечно, не могут сформировать идеологию в том виде, в котором, наверное, она должна быть, как мне кажется. Но в любом случае нам есть от чего отталкиваться. И мы с вами несем ответственность за то, что говорим. Персональную ответственность, личную. И это касается не только факт-чекинга, это касается и смыслов. Надо к этому очень серьезно относиться. И во многом, знаете, в 90-е, опять же, возвращаясь к теме нашей беседы, во многом ошибки журналистов помогали экстремистам, радикалам эффективно действовать на территории нашей страны. А за этим что? За этим жизни людей. И смерти людей. Вот сейчас тяжелый для нас процесс происходит. Россия находится в тяжелейшем историческом периоде. Я не зря сказал, что специальная военная операция по масштабам это война, которую мир не увидел с 1945 года. Тяжелейшая война в морально-психологическом плане. Мы воюем с такими же людьми, как мы сами, которые говорят на нашем языке, у них наши же фамилии. Но при этом, при этом у них другие идеологические установки. Они нас ненавидят. Соответственно, в России происходит, и это очень важно сейчас, здесь лирика заканчивается. В России происходит активизация работы специальных служб Украины, специальных служб западных стран. В России усиливается вербовка наших граждан. Грубо говоря, украинские спецслужбы ищут предателей, которые могут взрывать мосты, которые могут убивать наших лидеров общественного мнения, которые могут собирать разведданные. и здесь тоже во многом для журналистского сообщества вызов. Мы все должны поддержать государство в это тяжелое время и работать для того, чтобы жители нашей страны имели возможность, имели доступ всесторонний к информации и, может быть, меньше ошибались. и кто-то из них меньше симпатизировал врагу. И понимали бы последствия. Это все наша работа. Наша работа в взаимодействии с другими службами, государственными институтами, гражданским обществом. Вот, пожалуй, что важно было сказать сразу, чтобы вы поняли, о чем я бы мог вам рассказать, о чем я мог бы с вами поговорить. Мне тяжело отдаются формальные какие-то встречи, и я уж точно не лектор. Поэтому, если позволите, мы либо перейдем к вопросам, либо будем как-то беседовать. Потому что говорить я могу очень долго, и времени встречи нам просто не хватит для этого. Спасибо. Спасибо, Ваш опросмин. Я думаю, действительно, да, сессия вопросов-ответов, это и самое такое интересное и содержательное, потому что каждый носит в себе какую-то группу вопросов, на которые пока не имеет ответов. Так, как военному журналисту оставаться объективным, когда эмоции захлёстывают. Слушайте, ну, на самом деле, когда эмоции захлёстывают, может быть, и не нужно оставаться объективным. Я объясню, что я имею в виду. На самом деле, военная журналистика – это ремесло, это специализация. И, безусловно, без определенной подготовки человек не может работать в зоне боевых действий. Просто не имеет права. Без определенного опыта подготовки, в первую очередь, подготовки тактико-специальной, в той части, которая касается работы военного репортера. Что такое тактико-специальная подготовка? Это целый комплекс знаний и навыков, которые позволяют репортеру работать в зоне боевых действий. Начиная от навыков перемещения в зоне боевых действий, навыков работы при огневом воздействии, навыков оказания доврачебной медицинской помощи, заканчивая, естественно, психологической подготовкой. Поэтому формулировка «зашкаливают эмоции» она, в принципе, не очень правильная. У меня не зашкаливают эмоции. Я понимаю, что я делаю, занимаюсь этим много лет. Когда и если меня начнут зашкаливать эмоции, и это будет отражаться на материалах, которые я предоставляю нашему зрителю, значит, мне пора заняться какой-то другой работой. Но все же, давайте говорить не об объективности. Объективность – это очень размытая формулировка. Давайте говорить о том, что мы обязаны предоставлять зрителю достоверную информацию. Что такое объективность? Это когда от тебя требуют, есть такая старая формула, то есть мнение за, два мнения против, два мнения за, мнения против. На самом деле, во многом, это довольно манипулятивный подход. По той простой причине, что твои спикеры, они разной степени убедительности. И в целом, вот этой формулой можно очень легко манипулировать мнением. Несмотря на, казалось бы, взвешенную картину, ты можешь обеспечить тому или иному мнению эмоциональный перевес. И тем самым убедить зрителя в том, что вроде ты ему предложил абсолютно разные мнения, ему он сам может выбрать из этих мнений. Но путем определенных технологий ты его подведешь к тому мнению, которое нужно тебе. Мне кажется, так работает не очень честно. Соответственно, мы говорим не об объективности, а говорим о достоверности. Той информации, которую мы предоставляем зрителю. И вот это очень важно. Факт-чекинг, отсутствие эмоций при взгляде на события. Это действительно важно. Но, друзья, я, может быть, скажу то, что вам до этого никто не говорил. Сейчас моя страна воюет. Я военный репортер воюющей страны. Объективность – это то, о чем я думаю в последнюю очередь. О достоверности я думаю. Но в мире, в котором информация стала средством ведения боевых действий, я стою на стороне людей, которые живут в моей стране, а не в какой-то другой. Я стою на стороне людей, я выбрал сторону. И на самом деле ее должны выбрать все в момент, когда твоя страна воюет. Я стою на стороне тех людей, которые живут в Донбассе. Которых убивали с 2014 года. Которых в 2014 году не спросили, как они хотят жить. Для меня, на самом деле, война идет с 2014 года здесь. А не с 24 февраля 2024 года. Потому что я работал в Киеве, на Майдане, в результате которого произошел государственный переворот. И власть в стране ушла в руки людям, которые подчиняются западным спецслужбам. Которые строят антироссию. Которые строят государство. Единственная цель которого – помешать нашей стране. Ну, так уж вышло. Я своими глазами видел, как снайперы на улице Институтская. Снайперы, которые находились на крыше консерватории Киевской. А это здание контролировали майданные сотни. Как эти снайперы стреляли сначала в силовиков, а потом в демонстрантов. С целью устроить кровавую бойню, которая нужна была. Собственно, тем преступникам, что в результате этой бойни совершили государственный переворот и взяли власть. Вот, собственно, война началась тогда. Поэтому вопрос об объективности, он не очень актуален. Актуален вопрос... Это то, о чем я говорил вам в начале встречи. Актуален вопрос о честности по отношению к собственной аудитории. О проверке фактов обязательно. И о собственных убеждениях, которые, в общем, должны быть ориентированы на поддержку собственной страны. Патриотизм, если хотите. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Давайте следующий. Спасибо. Здравствуйте, меня Софья зовут. У меня такой вопрос. Насколько я знаю, вы за свою жизнь побывали почти во всех горячих точках. Можете рассказать о случаях, которые повлияли на вас с более напряженной стороны? То есть, возможно, какие-то ситуации, которые повлияли на вас сильно как на личность и как на человека, который просто выполняет свое обязательство? Софья, я прошу прощения, я не очень понял ваш вопрос. У каждого человека в жизни происходят определенные события, которые конструируют его характер. Нет, но мне конкретно случай интересно об этом послушать. Так, собственно, я про случаи говорю. И это миллион случаев, может быть, даже не самых значительных, которые влияют так или иначе на характер человека, который отражается и на профессии. Слушайте, я вам скажу, что глобально меня в свое время очень, как это правильно сказать, в профессии отрезвила война в Южной Осетии. Я объясню, почему. Потому что 2004 год, многие из вас помнят 2004 год. Год нашего рождения, да. Что-что? Это год нашего рождения, ну, почти всех, кто здесь находится. Так, значит, вот для вас это уже какая-то история, да? 2004 год. В Грузии меняется президент. Меняется в результате так называемой оранжевой революции. Ну, тогда-то в Грузии она называлась революция Рос. Когда старый президент Эдуард Шеварнадзе, советский человек, который оказался совсем не советским человеком, бывший министр иностранных дел Советского Союза, потом архитектор, один из архитекторов независимой и не очень дружественной России Грузии, в результате цветной революции теряет власть. И на посту президента в Грузии воцаряется молодой энергичный политик, выросший на Западе, который учился в Киеве, при этом прекрасно говорящий по-русски, Михаил Саакашвили. И он начинает строить новую Грузию, которая также почему-то строится на принципах антироссии. Я могу об этом абсолютно честно вам говорить, потому что с 2004 года я довольно много времени по 2008 год проводил в Южной Осетии. Чтобы, как же вам это объяснить, конфликт Юго-Осетинский, он произошел из-за развала Советского Союза, из-за того, что в Грузии в ту пору, на короткое время, к власти пришел националист Гамсахурдия, который провозгласил такой принцип «Грузия для грузин». Довольно фашистский принцип, потому что Грузия не мононациональная страна, в Грузии проживало большое количество различных народностей. И вот Южная Осетия с этим не согласилась. Южная Осетия всегда считала себя частью России, потому что Северная Осетия рядом, это единый народ. Собственно говоря, после развала Союза началась война. Война была кровавая, с большим количеством жертв среди мирного населения, в результате чего появился грузино-осетинский конфликт. И тогда Россия ввела туда миротворческий контингент и сформировала так называемый трехсторонний миротворческий контингент. Смешанные силы по поддержанию мира в Южной Осетии, который состоял из российского батальона, осетинского батальона и грузинского батальона. У всех трех этих батальонов был один воинский начальник, это представитель России, российский генерал, который являлся командующим смешанными силами по поддержанию мира. И, собственно, вот такой статус-кво он сохранялся до 2004 года. Как только Саакашвили пришел к власти, на линии соприкосновения, на линии разделения начались военные маневры грузинских войск. То есть Грузия начала щупать реакции, возможности миротворцев вести разведку боем, устраивать обстрелы и готовиться к силовому решению Ньюго-Осетинского конфликта. Несмотря на все дипломатические попытки урезонить грузинского президента, американцы его подталкивали постоянно к эскалации. А он был абсолютно проамериканским человеком, лишенным какой-либо самостоятельности глобальной. Вот, несмотря на все дипломатические попытки, случился 2008 год, когда грузинская армия, мало того, что напала на жителей Южной Осетии, так еще и напала на российских миротворцев. А что и спровоцировало боевые действия в Грузии, ввод российских войск и операцию по принуждению к миру. Так вот, что касается... Это я вам рассказываю, чтобы вы понимали, немножко больше, чем просто вот началась война. И, собственно говоря, война в Южной Осетии показала, как я уже сказал, что... Наши коллеги западные способны быть абсолютно циничными негодяями. Черные называть белым, белые называть черным. И это не проблема редакций, это не проблема медиахолдингов, это и человеческая проблема. Люди, которые выросли в период Холодной войны, впитали определенную ненависть к Советскому Союзу, как фактор пропаганды западной. А нас же называли империей зла, абсолютно незаслуженно. Люди, которые помоложе, они уже впитали новый мейнстрим, там, байки про то, что Россия это бензоколонка, все эти смешные истории про то, что мы тут с медведями гуляем по улицам. Пропаганда сильная штука. И когда в 2008 году случился такой первый серьезный информационный конфликт и столкновение, выяснилось, что не просто глобальные корпорации, медийные, способны абсолютно бесчеловечно транслировать западную точку зрения, даже если она вообще не соответствует действительности. Но и люди персонально способны не замечать убитых детей и женщин. Способны... Знаете, вот был такой случай, грузинские грады били по Цхинвалу, и наши коллеги с Арти сняли, находясь на территории Грузии. Эти кадры потом облетели весь мир, но с формулировкой, что это российские грады бьют по городу горе. При том, что... Ну, все прекрасно все понимали. В общем, такой был момент довольно жесткого профессионального отрезвления, что... Слушайте, блин, вроде холодная война закончилась, мы в ней проиграли. Советский Союз распался, но проиграли, по мнению западных стран. Мы-то думали, что ничего мы не проигрывали, мы договорились, мы отдали Восточную Германию без всяких словий. Мы, как бы, вроде сами захотели влиться в большую западную семью. Это вроде европейская страна. Но оказалось, что мы это воспринимали как некий продукт совместного консенсуса, а они это воспринимали как нашу слабость. И оказалось, что для нас холодная война закончилась, а для них нет. Я никогда в юном возрасте не думал, что это скажу, но... Действительно, цель и задача стран Запада это растащить нашу страну по кусочкам. Не нужна им Россия? Сильная и хорошая. А мы когда-то верили, что, в принципе, может быть и нужна. Но оказалось, что нет. В общем, в условиях конфликта высокой интенсивности в Южной Осетии стало понятно, что западная медийная машина, она не про справедливость, объективность и базовые принципы работы журналиста. Она про бессмысленную и беспощадную пропаганду. И после этого я сильно пересмотрел свой взгляд на профессию, в принципе, на собственное ремесло. Как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующий вопрос. Раз-раз, как слышно? Да, пока слышу, давайте. Добрый день, Евгений Евгеньевич. Спасибо, что нашли время с нами встретиться, хоть и онлайн. Честно сказать, мы вас рады видеть, рады слышать, нам очень приятно. У меня немного вопрос личного характера. Насколько вам лично страшно во время съемках? Ну, конечно, страшно. Ну, насколько сильно берет страх? Слушайте, страх – это очень важный элемент существования в зоне боевых действий для всех. Если человек не боится, значит, его убьют. Страх повышает шансы на выживание. Тут вопрос в другом, что надо договариваться с собственным страхом и делать так, чтобы он не перерастал в панику. Но вообще работа с собственными страхами – это очень серьезный процесс, которому тоже надо учиться. Я не зря сказал про определенную психологическую подготовку. В том смысле, что в определенный момент приходит понимание, что не все снаряды, которые взрываются рядом, могут тебя убить. Что, собственно говоря, не так страшен, черт, как его молит. Но страх очень важен, как элемент, который тебя где-то останавливает, где-то заставляет быть более осторожным, где-то заставляет задуматься. Всем страшно. Всем нормальным. Людям страшно. Все, спасибо. Мы с вами. Желаем вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Так, следующий вопрос, да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышат? Да, я вас слышу хорошо. Привет. Спасибо большое. Меня зовут Рената. И вы уже рассказали о том, что для вас важна достоверность в работе журналиста. Расскажите, какие особенности есть именно у военного корреспондента, в отличие от обычного журналиста? Рената, я же уже вам сказал, вы меня не слушали, наверное, что для того, чтобы работать в зоне боевых действий, репортеру необходим набор навыков и умений, которые делают его работу предсказуемой и успешной. И эти навыки и умения не связаны, как правило, с журналистикой. Это тактика, специальные знания. Могу повторить. А какие у вас личные принципы? Вам все? В работе? Слушайте, да, вот вы... Сейчас объясню, я не раз уже об этом говорил. Ремесло репортерское, оно же такое же ремесло, как любое другое. И нет отдельных принципов у репортера и у, блин, хирурга. Есть человеческие принципы. Вот какой ты человек, так ты и работаешь. И... Ну как, вот меня мама и папа воспитывали с установкой, что надо быть хорошим человеком. И это никак не связано с моей профессией. И слава богу. И я надеюсь, что личные вообще качества человеческие, они всегда важнее профессиональных необходимостей. И мы все работаем здесь, ориентируясь на собственные взгляды, что такое хорошо и что такое плохо. Но это никак не связано с профессией. Точнее, это связано с профессией ровно так же, как и в других специализациях, специальностях, профессиях. Поэтому вот выделять какие-то, слушайте, какие-то качества, которые нужны в работе репортера, да. Эти же качества нужны в работе милиционера. Эти же качества нужны в работе врача. Эти же качества нужны в работе учителя. Вот так я думаю. Важно всегда оставаться человеком, по вашему мнению. По моему мнению, вообще, ну, да. Стараться пока не будет. Ну, вы всегда работаете в такой зоне, где постоянный стресс, опасность. А были ли такие моменты, которые вот грели душу именно в такой ситуации, когда вроде бы всем страшно, всем плохо? Да, не могу ответить на ваш вопрос. Не очень, всем страшно, ну, что все, надо делать дело свое, дальше идти. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Так, микрофон вот. У нас есть, да, кто уже сформулировал свой вопрос. Поэтому, пожалуйста, вам микрофон. Слышно меня? Да, слышу вас хорошо. Меня зовут Глеб, я студент третьего курса. Хотелось бы узнать, у вас есть какие-то свои личные правила выживания в горячих точках? Нет никаких личных правил, Глеб. Я вам... Друзья, вы сейчас со мной разговариваете, как будто я, ну, чуть-чуть Филипп Киркоров. Давайте меньше о личном и больше о профессиональном. Я вам лично мало должен быть интересен. Я репортер, я же не рок-звезда. А вы меня спрашиваете о чем-то моем личном. Да нафиг вам это нужно? Слушайте, я честно с вами, абсолютно откровенно разговариваю. У меня нет личных правил. Есть навыки и умения. Они не могут быть личными. Они либо есть, либо их нет. И вот давайте я вас настрою на другие вопросы, потому что вот вопросы, они начинают скатываться в сторону там, а вам страшно, мне страшно. Вам-то какая разница, страшно мне или нет? Я вас сейчас должен интересовать с профессиональной точки зрения. Чем больше я вам расскажу в этом смысле, тем легче вам будет потом работать. Потому что, не потому что я такой офигенный парень, а потому что, ну, как минимум, я опытнее вас на 20 лет. Поэтому давайте завязываясь с личными вопросами и будем переходить к вопросам профессиональным. Еще раз повторяю, если вы, как журналисты, хотите состояться, вам придется в какой-то момент выбрать специализацию. К сожалению, уровень профессиональной подготовки на журфаках, он не предусматривает такую четкую специализацию. Ну, лишь на некоторых журфаках, когда там есть международные отделения, есть, собственно говоря, реклама, пиар. Это не про журналистику вообще, да. И вот есть журналисты. И вот в какой-то момент, когда вы начнете работать, вам придется понять, что журналист не имеет права иметь поверхностные знания. Знаете, как, в чем главная проблема всех журналистов? Они считают, что они, в принципе, все знают. И вот сегодня, предположим, я работаю в Казани, а я могу вам, как бы, тоже довольно, как, экспертно об этом говорить, потому что я начинал в Белгороде работать, я родом из Белгорода. И я прекрасно понимаю, как функционирует региональная журналистика. Когда ты приходишь на работу, ты сегодня едешь в театр, завтра ты едешь к милиционерам, послезавтра ты едешь на какие-нибудь археологические раскопки, потом ты едешь, работаешь, я не знаю, в региональном парламенте, и вот ты бесконечно скачешь с темы на тему. И в какой-то момент у тебя появляется как странное ощущение, что ты во всем разбираешься. А это не так. Вот может журналист стать физиком? Не может. А может физик стать журналистом? Конечно, может. Соответственно, вместе с опытом придет некое понимание того, что нужна специализация. Когда человек занимается своим делом, и когда он действительно разбирается в вопросе. Да, журналист не сможет стать физиком-ядерщиком. Но если журналист пишет о физике, то как минимум подобраться к этой профессии он обязан. Он должен заниматься самообразованием. Шут с ним. Если он хочет писать о ядерной физике, он должен пойти и отучиться на физик. Он должен понимать, как это работает, а не по вершкам нахвататься. Соответственно, получается специализация. И специализация это всегда хорошо. Это то, что вам даст уверенность. Уверенность в том, что вы не обманываете зрителя. Вот так. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Регина. И мой вопрос, который очень сильно на самом деле волнует. К чему может быть не готов журналист, отправившийся на горячую точку? То, о чем могут не рассказывать какие-то сайты, пособия и так далее. То, чему можно научиться только вот в жизни, оказавшись там именно. Ну, это опять вопрос, знаете, Регина, из серии, из серии не про журналистов в принципе, а про то, как молодой человек набирается опыта. Понимаете, о чем я говорю? Есть тысячи вещей, к которым мы в принципе в жизни не готовы. И которые жизнь нам подбрасывает. Это никак не связано с профессией. Это связано с взрослением. С обретением опыта. И да, часть этих сложных вещей, которые подбрасывают в жизнь, она случается на работе. Если человек едет в горячую точку, она случается с ним там. Но нельзя выделить какие-то, знаете, вещи, которые обязательно случатся, ты к ним будешь не готов. Ты шут знает. Все зависит от человека. Еще раз вам говорю. Есть набор необходимых знаний. Есть различные системы дополнительного образования в России, которые сейчас направлены на подготовку к нахождению боевых действий. Их не так много, к сожалению, но они есть. Есть курсы «Бастион», где совместно с военными журналистов учат, как вести себя под обстрелами, как оказывать помощь, как выдерживать психологическое давление, как вести в случае, если у тебя взяли террористы, бандиты в плен, начинают пытать. Это очень важно. И не обязательно все это с тобой случится в будущем. Но примерно представлять, как это происходит, важно. А все остальное, это не про профессию. Это про опыт, про процесс обрастания этим опытом. Не могу вам сказать. Не очень. Я не понимаю, как вам ответить на этот вопрос. Спасибо. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Меня зовут Николай. И мой вопрос будет с следующего характера. Про военную спецоперацию в Сирии. Какая цензура присутствовала при освещении событий в Сирии? Только сама цензура. Никакой другой цензуры не было. То есть, если я что-то и не говорил, то исключительно исходя из личных соображений. Из личных убеждений, не соображений. И критерий был один. Если информация могла навредить моему государству, позиции моего государства, я о ней не рассказывал. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Меня зовут Егор. Третий курс. Через год уже заканчивается бакалавриат. И у меня вопрос, связанный с нашим будущим. Я думаю, будущим всех здесь присутствующих журналистов. Как мы, молодежь, фактически, начинающие журналисты, можем сейчас помочь вложиться? То есть, как частные люди могут участвовать в сборах, в гуманитарной помощи. А мы, журналисты, что мы сейчас можем сделать, чтобы тоже помочь приблизиться к общей победе, которую мы все очень сильно ждем? Слушайте, Егор, вопрос хороший. И на самом деле, я об этом говорил в самом начале нашей беседы. Что наше ремесло, оно позволяет формулировать идеи и смысл. Вот вы сейчас очень понятно сформулировали свой вопрос. Вам ничего не мешает формулировать вот месседж и посыл о том, что каждый должен приближать нашу победу, каждый, своим сверстникам, людям постарше. У вас же профессия формулировать. Формулируйте, Егор. Будем формулировать. Большое спасибо. И хочется от себя, я думаю, тоже от присутствующих пожелать здоровья бойцам, если вы сейчас находитесь с ними, чтобы тоже здоровые скорее вернулись, целые невредимые. Спасибо. Я закончу ответ на ваш вопрос, чтобы вы поняли. Вот вы меня спрашиваете, чем... А покажите мне, Егор, назад, если вам несложно, я быстро очень ему отвечу. Вы, уже задавая мне этот вопрос сейчас в аудитории, вы, в принципе, уже приближаете победу, потому что у вас есть абсолютно четкое понимание, что нам нужна эта победа, что не можем мы без нее. И вы можете делать то, чему вы учитесь и чем вы хотите заниматься. Рассказывать, объяснять, доказывать. Многие люди чувствуют, что они что-то могут понять и осмыслить, но им не хватает стройности и структурности в формулировках. Вот так складывать слова в предложение, чтобы становилось понятно. Вот вы умеете, делайте. Спасибо. Будем? Большое. Добрый день, Евгений. У меня простой вопрос и сложный. Ваши прогнозы, все-таки, меня зовут Решат, ваши прогнозы по поводу контрнаступа Украины, все-таки, когда? Будет, не будет вообще? Вот ваше личное мнение, то есть вы там обстановку на месте видите, все-таки это больше разговоры или все-таки... Да нет, Решат. Это не разговоры. Противник готовится долгое время и все пойдет на эту авантюру. Если бы я знал, когда это случится, я бы был самым ценным человеком сейчас в этой части суши. Понятно. Слушайте, есть заявление военно-политического руководства, а есть факты, которые происходят на линии боевого соприкосновения. Вот если заявление военно-политического руководства можно игнорировать, это может быть какая-то игра, то разведпризнаки игнорировать уж точно нельзя. Противник нарастил группировку, противник увеличивал запасы горячосмазочных материалов на переднем крае, противник сформировал склады боепитания в тех регионах, которые позволяют оперативно подвозить их на любое направление. Противник готовится к контрнаступлению. У противника есть на это сила, противник к этому готовился долго и упорно. Соответственно, контрнаступление будет. А вот гадать, как оно будет проходить, давайте, не будем, чтобы потом не выглядеть смешно. Спасибо. Добрый день, меня зовут Анастасия. Здравствуйте, Настя. Расскажите, пожалуйста, как вообще происходит взаимодействие между журналистом и военными непосредственно во время боевых действий? Не мешает ли наша профессиональная деятельность, их профессиональной деятельности? Нет, нисколько. Я еще раз говорю про подготовку и специализацию. И возвращаюсь к формулировке так, как и специальные навыки и знания. Если человек подготовлен, он никому не мешает. Взаимодействие происходит, как и у всех людей. Вот это же не происходит так, мол, шел ты такой по улице, спустился в охоп, а там военный. И ты такой, о, военный, а что тут у нас происходит? А тут война, брат. Давай как-то взаимодействовать, не будем друг другу мешать. Ну нет же, военные репортеры работают в подразделениях, в соединениях длительное время. Люди, которые рядом, становятся друзьями, либо товарищами. И, естественно, вот это взаимодействие, оно выкристаллизовывается довольно длительное время. А потом никто не задумывается, как взаимодействовать. Что там, кто-то стреляет, беги, снимай. По тебе стреляют, беги, падай. Все живы, слава богу. Кто-то ранен, надо помочь. Ну вот, вот, вот так. Спасибо. Спасибо. Микрофон, а вот там, ага. Снова здравствуйте. У меня вопрос творческого характера. У вас есть документальный фильм «Битва за Сирию». Можете рассказать о фильме в целом? Почему мы должны его посмотреть? Возможно, там есть какой-то опыт, который мы можем перенять и как-то использовать потом в дальнейшем? Потому что я фильм не смотрела. Почему вы должны его смотреть? Ну, может быть, потому что вам интересно, как начинался конфликт. Может быть, потому что вам вообще интересна история Ближнего Востока. Может, потому что вы увлечены Сирийской Арабской Республикой, страной с богатейшей историей. Мне вам нечего на это ответить. Посмотрите кино. А вы можете сказать, почему вы взяли за основную тему именно Сирийский конфликт? Я ближневосточный корреспондент. Я руководитель бюро ВГТФК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вот мы сегодня много говорили про смыслы. Такая красная линия сегодняшней встречи. Понятно про формулирование смыслов здесь нами, журналистами, начинающими, более опытными. А вот как не попадаться не только нам, а вообще людям на те смысловые крючки, которые противник расставляет? Какой фильтр выставлять может быть? Что в этом случае делать? Противник коварен. И очень часто проводит, на самом деле, информационно-психологические операции высочайшего уровня. Особенно сильно играя на наших эмоциональных состояниях. Не попадаться на крючки довольно сложно. Потому что, как правило, противник выбирает себе ту часть аудитории, которая готова на этот крючок попасться. Вот смотрите, история сейчас не так давно произошла мобилизация. Да, и мобилизацию противник пытался использовать во всех смыслах своих интересах. Слушайте, я скажу сейчас вещь. Вы можете с ней согласиться, можете нет. Но противник играет по законам геббельсовской пропаганды очень точно. То есть такая легкая правда, приправленная огромным количеством лжи. И когда тот или иной нератив рассчитан на уязвимую аудиторию, на людей, которые находятся в подавленном эмоциональном состоянии, на людей, которым страшно. Страх – это очень сильный такой фактор, который сбрасывает критическое мышление к нулю. Вообще уровень критического мышления уходит к нулю, когда человеку страшно. Более того, после страха наступает злость всегда. Когда человек не может побороть свой страх, он начинает злиться. Это тоже фактор, который мешает критическому мышлению. Соответственно, противник рассчитывает на людей, у которых по тем или иным причинам отсутствует критическое мышление. Которые не способны посмотреть на вещи с других сторон. Отсюда и совет. Не отказываться от критического мышления и подвергать сомнению даже, казалось бы, эмоционально очевидные вещи. Я вам больше того скажу. Мы иногда без противника-то можем. Попасть так на эмоциональную удочку. Я получаю каждый день огромное количество всяких видеосообщений от наших мужиков. От мобилизованных людей, которые, понятно, которые не по собственному желанию пошли воевать. А которых государство от них потребовало сделать это. И большая часть это восприняли абсолютно нормально. Потому что родина сказала надо. Но есть люди, которые, естественно, оказались в ущемленной ситуации. Они не хотели. Но государство их заставило это сделать. И вот они оказались в ситуации, когда они не знают, как себя вести. И вот однажды получил такое видеосообщение эмоциональное. Мол, нас тут 12 человек. Нас все бросили. Командиры бросили. У нас кроме автоматов ни черта нет. Мы стоим в лесу. Там по нам стреляет артиллерия. Что нам делать? Все плохо. Все пропало. Ладно. Я же являюсь еще членом комиссии при президенте по ситуации в зоне специальной военной операции. И отчасти занимаюсь подобными вещами. Следим за тем. Как относятся к бойцам какие проблемы в российской армии. Ну, комплексное целое мероприятие. Я вот туда еду, к этим мужикам в лес поговорить. Приезжаю действительно. Тут 12 мужиков. Некоторые даже старше меня. Которые выглядят абсолютно беспомощно. Я говорю, ну, здорово, военные. Что у вас случилось? Почему вы с женам забрасываете эти страшные сообщения панические какие-то? Жены начинают их разбрасывать всем остальным. Начинается целое бурление такое. И вот выходит взрослый дядька. Мой ровесник. Который говорит, вот мы тут одни. Мы не знаем, где командир. Я говорю, то есть давайте так. У вас нет связи с командиром. Я говорю, ну да. Я говорю, то есть у вас есть связь с женой, но нет связи с командиром. Он говорит, а это вы к чему? Он говорит, ну смотри, ты зам командира взвода. У тебя есть личный состав. Уберешься с одного бойца, отправляешь направо. Он пешком доходит до твоих соседей справа. У тебя появляется связь с соседями справа. Ножками. Как в Великой Отечественной войне. Даже если рации нет. Ты отправляешь второго бойца направо. Или налево. Он доходит до твоих соседей слева. У тебя появляется связь с соседями слева. Третьего бойца ты направляешь на передовой пункт управления батальона. Находишь там своего комбата, и у тебя появляется связь с комбатами. Это гораздо проще сделать, чем доехать до какой-то точки, где принимает мобильный интернет и отправить видеосообщение жене. Вот у нас, говорит, нет лопат. Я говорю, смотрите, у вас рядом деревня. Ну, сходите вы в деревню, да, лопат нет, это плохо. Плохо, что вам их не дали. Потому что взрослые люди, вы оказались в тяжелых условиях. Вам нужно выжить и победить. Почему вы себя ведете так, как будто у вас должна нянька какая-то появиться, которая вам все даст, все как бы за вас решит. Вы же мужики, давайте что, двигайтесь. В итоге сходили в деревню, нашли тракториста, тракториста выкопала копы. Я это к тому, что даже вот такие случаи, которые связаны с некой неспособностью быстро перестроиться к новым условиям. Ну, что понятно, была там комфортная мирная жизнь, диван, работа, дети. Все устроено, все нормально. Если надо в магазин сходить, можно к жене обратиться, она сходит. Вот надо пожаловаться, надо жене отправить эту видеооткрытку, которая ее разошлет всем своим подругам, и в России начнется паника из-за этого, что всех бедных мужиков там бросили на сырой земле. Вот даже такие случаи противника эффективно используют для организации информационно-психологических атак, распространяя такие сообщения и создавая ощущение, что это массовое явление. Вот критический взгляд на вещи. Критический взгляд. Потому что за всеми этими сообщениями иногда попадаются вещи, которые действительно требуют реагирования. Когда это не просто там про лопаты и про отсутствие личной инициативы, а когда действительно ты понимаешь, что да, вот здесь, вот здесь несправедливость, жуткая царить. Ну вот это надо вычленить, и не каждое сообщение должно стать публичным. Критическое мышление. Спасибо. Спасибо. Так, еще давайте. Здравствуйте. Меня зовут Левиана. Я сомневалась, задавать или нет этот вопрос, но мне все-таки очень интересно узнать. Есть ли у вас какое-то техническое задание от власти, в какую сторону вести информационную войну и какую мысль доносить до аудитории? Или это действительно все лежит на ваших плечах и исключительно работает только самоцензура? Вот смотрите. У меня есть руководитель. Зовут его Олег Борисович Добродеев. Он председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании. Он отвечает за государственное телевидение в прямом смысле этого слова. И он руководит через различные подразделения ВБТРК, съемочными группами, которые работают во всех частях света. И, соответственно, его волей мы получаем в редакционные задания. Как и в любой другой организации. Я не веду информационную войну. Вы меня неправильно поняли. Есть органы... А, что там? Смотрите. Есть органы, военные органы, да, специальных служб информационно-психологического противодействия. Это они ведут войну. Я рассказываю жителям нашей страны, как мы тут воюем. Получаю ли я редакционные задания? Конечно, получаю. Как и, собственно, вы получаете домашнее задание. Как и любой нормальный человек где-то работает. Можно ли это сформулировать, как власть мне говорит, что я должен делать? Да нет. Я самодостаточный в этом смысле. Состоявшийся журналист могу как-то сам решить, что мне делать. Еще раз говорю, вы вспомните то, о чем я говорил в начале встречи. И вот все. Спасибо большое. Тут действительно интересно было узнать, как это вообще работает, потому что я не до конца понимаю. А вы на каком курсе учитесь? На первом. Чего вы поймете? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Такое очень оптимистичное. Знаете, еще что хотелось уточнить? Еще одна проблема на просторах бывшего союза. Молдавия. Вот на днях нашей республики Мениханова не впустили туда. Там Приднестровье. Там Гагаузия. Там понятно, вокруг крутится НАТО и ЕС. Не ожидает ли нас, с вашей точки зрения, еще и Молдавский фронт? Слушайте, я очень надеюсь, что Молдавия прекрасно понимает. Руководство Молдавии прекрасно понимает. Я, кстати, работал в Молдавии в 2013 году. Меня там сделали небъездным усилиями Министерства иностранных дел Молдавии. Это не хочется быть пророком, но если руководство Молдавии вдруг решит, что можно быть рядом с Приднестровьем антироссией, то есть сделать все возможное, чтобы досадить нашей стране, как-то надавить на наши национальные интересы, то это, конечно, неминуемый конфликт. Слушайте, я всегда привожу пример. Такой, ну, простой пример. Лестничная площадка, и вы живете рядом с таким добрым, молчаливым боксером большим. И вот вы вдруг по просьбе ребят из соседнего двора решаете его постоянно обзывать, наступать ему на пальцы, писать на его входной двери какие-то ругательные вещи. Он ходит, смотрит на вас, как-то бурчит там, просит, ну, зачем ты это делаешь там, зачем. Потом просто бьет вам морду. Вот нельзя жить на одной лестничной площадке с боксером постоянно его обзывать. Спасибо. Ну, и, может быть, еще один завершающий, если позвольте, я тогда на себя это возьму. Ну, вот с вашей точки зрения, чего не хватает в деятельности сегодня журналистов, работающих здесь, глубоко в тылу? Мы продолжаем, в общем, работать по инерции так же, как и два-три года назад. Что нужно было бы переделать, перестроить, может быть? А может, ничего не нужно? Это такой вопрос, который, опять же, он же не только про журналистов. Чего вообще не хватает людям, которые находятся далеко от боевых действий, для того, чтобы соответствовать реалиям? Это касается не только журналистов, это касается чиновников, в первую очередь. Вы же знаете историю про украинский флаг в Санкт-Петербурге на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Ну, это дичь абсолютная. Понятно, что случилась она по большому формализму, но вот это настоящая идеологическая диверсия, которая произошла по большому формализму. Не просто так вспомнил эту историю питерскую, потому что здесь она вызвала... Понимаете, да, какие эмоции? Соответственно, вот слава богу, что большая часть нашей страны живет... Живет при таких больших масштабах военных действий, живет мирно. Слава богу. Но это не повод не замечать эти боевые действия. И я не могу учить кого-то, как ему жить и работать, но понимать, что Россия ведет тяжелейшие боевые действия, что войны такой не было с 45-го года, что от исхода этой войны во многом зависит, будет ли существовать наша страна. Мне кажется, уже эти три тезиса, они дают такой мобилизационный заряд для того, чтобы работать больше, лучше, для того, чтобы делать свое дело. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо за все, за вашу работу, за нашу сегодняшнюю встречу. Сил, здоровья вам и победы всем нам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Спасибо, что пришли. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok